МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Снег растает, это талая вода пойдет в колодцы к людям, на огороды пойдет. Село Аятка в Свердловской области оказалось на грани экологической катастрофы. Предприниматели свалили рядом с домами сотни тонн отходов птицефабрики. Буквально вчера было вынесено решение по Никишовой Любови, которая является участницей этого репортажа, стала наша, ее лишили собственности на землю и на дом. Отнять и поделить рейдерские захваты земельных наделов у кубанских крестьян остановить пока не удается. Второе чтение – это перекидка с одних статей расходов на другие статьи. Государственная Дума приняла во втором чтении бюджет на следующий год. Почему фракция КПРФ голосовала против? Токсичное соседство. Рядом с селом Аятка в Свердловской области предприниматели устроили хранилище отходов птицефабрики. Сельчане вынуждены вдыхать ароматы куриного помета и с ужасом ждут весны. Подробности в репортаже Кирилла Гуцкого. Нешуточные страсти бурлят в селе Аятка, что в 100 километрах от Екатеринбурга. Несколько десятков жителей вышли на сельский сход. Люди опасаются, что возле их домов заложена настоящая экологическая бомба и совсем незамедленного действия. Из нашего села хотят просто сделать хранилище куриного помета. Снег растает, эта талая вода пойдет в колодцы к людям, на огороды пойдет. Волнение жителей можно понять. На возвышенности рядом с селом и речкой предприниматели устроили хранилище отходов среднеуральской птицефабрики. В силосные ямы камазами привозят куриный помет. Занимается этим закрытое акционерное общество Аятское. Гендиректор организации уверяет, что куриный помет – это обычное удобрение. Мы на силосные ямы привезли органическое удобрение в виде куриного помета. На это у меня есть сертификаты и технические условия предоставлены птицефабрикой. Весной через разбрасыватель внесем на поля и перепашем. Но местные считают, что это не удобрение, а яд. Жидкий куриный помет считается токсичными отходами третьей степени опасности. Помимо жуткого запаха, это еще и повышенная концентрация фосфатов, а также потенциальные возбудители сальмонеллеза и туберкулеза. Местная администрация только разводит руками. Земля не наша, не администрации, потому что это земля сельхозназначения, и должны заниматься другие люди. По жалобе сельчан к токсичному хранилищу с рейдом приехали надзорные органы – прокуратура и Россельхознадзор. Был установлен факт складирования на землях куриного помета, не предназначенном для этого месте. Установлены обязательные требования земельного законодательства, которые не допускают захламления, загрязнения земель и другой деградации плодородного слоя почвы. Жители Аятки с ужасом ждут весны, когда вместе с талой водой токсичные отходы потекут в колодцы и огороды. Под угрозой и река Реж, из которой ведется питьевой забор одноименного города. Не исключают и возникновение эпидемий опасных заболеваний. К сожалению, вот сегодня прибыль для частника, она превыше всего. И мы обязательно этот вопрос рассмотрим на комитете и окажем всю стороннюю помощь жителям для того, чтобы порядок был наведен на этой территории. Коммунисты Свердловской области взяли ситуацию на контроль и пообещали не допустить в Аятке экологической катастрофы. Кирилл Гуцков, Красная линия. Ситуация с незаконным отъемом земли у крестьян стала общероссийской проблемой. После выхода этим летом на нашем телеканале специального репортажа «Было ваше, стало наше», посвященного этой острой проблеме, была надежда, что ситуацию, в которую попали кубанские крестьяне, сдвинется с мертвой точки. Однако процесс захвата и продажи земельных наделов продолжается. С подробностями Георгий Крестьянко. «Было ваше, стало наше» – уже второй острый специальный репортаж на телеканале «Красная линия», рассказывающий о рейдерских захватах фермерских земель Краснодарского края. Как и первый фильм под названием «Кубанский отжим», он вызвал большой общественный резонанс. И поначалу даже конкретные действия властей. После вашего репортажа и после моего посещения Александра Ивановича Бастыкина уголовное дело, возбужденное в Новороссийске, было переведено в Москву, в Следственный комитет, и был наложен полностью алис на все земли за ум Исхака, которые принадлежат 472 человекам по документам. Однако, по словам самих крестьян, спустя непродолжительное время все вернулось на круги своя. В частности, пайщики некогда знаменитого винодельческого предприятия, агрофирма Исхака, о котором рассказывалось в нашем специальном репортаже, так и не смогли оформить и выделить свои земельные наделы. Их по-прежнему лишают участков по суду. А сами участки под строительство вновь выставляют на продажу. Буквально вчера было вынесено решение по Никишовой Любови, которая является участницей этого репортажа «Была ваша, стала наша». Ее лишили собственности на землю и на дом. Мы видим, земли как продавались, так и продаются, и также написано еще с добавкой «Сняты с ареста». Земли продаются. Вот вы делали репортаж. В интернете можно найти эту продажу земли «Сняты с ареста» в том месте, где мы с Григорием делали репортаж. В конце прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел провести комплексную проверку соблюдения земельного законодательства на территории Краснодарского края. Однако, как уверяют аграрии, результата пока нет. Ну, ни одного проверяющего мы фактически не видели. Как проверка проводилась, мы не знаем. Поэтому сказать ничего не можем, потому что, ну, на самом деле, мы никого из проверяющих не видели, ни с кем не общались. Ну, такое ощущение, что власти Кубани просто игнорируют поручения президента. Недавно группа кубанских аграриев зарегистрировала общественную организацию под названием «Золотые судьи в отставку», которая будет добиваться справедливого решения по судебным процессам, связанным с рейдерским захватом земель. Наш канал будет внимательно следить за развитием событий. Георгий Крысенко, Вадим Ефремов, Красная линия. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева за получение взяток. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей. По данным следствия, Лопырев получал взятки от бизнесменов при заключении и исполнении госконтрактов на ремонтно-строительные работы. Коротко о других новостях в стране. 17 ноября в республике Мариел объявлено днем траура по погибшим в результате крупного ДТП. Жертвами происшествия стали 15 человек. Напомним, авария произошла 16 ноября на региональной трассе. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с лесовозом. Российские железные дороги вновь продают билеты в плацкарты общие вагоны на следующий год. Продажи проездных документов были приостановлены из-за согласования их стоимости с ФАС. Ведомство предлагало снизить тарифы на 10%, в то время как в РЖД требовали индексации цен. Цены на авиабилеты в города, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, за последнюю неделю выросли на 40%. Об этом сообщили в сервисе поиска авиабилетов «Авиасейлз». Так, перелет из Москвы в Санкт-Петербург стоит около 10 тысяч рублей. Ранее цена была ниже – приблизительно 6 тысяч. Казанский авиационный завод имени Горбунова представил новый стратегический ракетоносец Ту-160М2. Самолет оснащен современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Первый испытательный полет модернизированного «белого лебедя» намечен на февраль следующего года. Работа над бюджетом на ближайшую трехлетку подошла к завершающей фазе. Государственная дума приняла главный финансовый документ во втором чтении. «За» высказались депутаты от «Единой России» и ЛДПР. СССР и коммунисты проголосовали против. Воздержавшихся не было. Подробнее расскажет Екатерина Иваненко. Федеральный бюджет России на 2018-2020 годы правительство уже окрестило бюджетом роста. На охотном ряду документ предложили назвать более скромно – бюджетом здравого смысла. Принимаем бюджет роста. У нас впервые бюджет по основным параметрам. Планируется с ростом более 2% внутреннего валового продукта. И второе чтение, конечно, самое главное чтение при рассмотрении бюджета. Как сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, всего ко второму чтению было подано 586 поправок. К принятию рекомендовано 406. Остальные были сняты или частично учтены. Для того, чтобы понять объем средств, которые эти поправки охватывали, также скажу, только на 2018 год было предложено перераспределить почти триллион рублей. Это очень существенный объем в рамках бюджета. 700 миллиардов в рамках 2019 года, 800 миллиардов в рамках 2020 года. Впрочем, после того, как бюджет перетрясли постатейно, нашлось всего 60 миллиардов рублей свободных денег. 160 миллиардов – это составляет 1%, правильно, да? Соответственно, 60 миллиардов – это, ну, скажем, одна треть, правильно? Это 0,3%. По деньгам, конечно, звучит громко, а на самом деле это, в общем-то, мизерно. Из знаковых трат 5 миллиардов нашли на усиление воздушного патрулирования лесов, получат дополнительную финансовую поддержку ведомственные вузы. 20 миллиардов выделили селу. На 2018-19-2020 годы мы сначала убрали эту сумму, 20 миллиардов, а теперь во втором числе не даем. И действительно люди рады, что дали. Но больше денег село не получит. Оно получит столько же, сколько в 2017 году. А с счетом инфляции, с счетом того, что реальная стоимость денег постоянно падает, денег будет даже меньше усила. Депутаты фракции КПРФ, проект федерального бюджета даже после правки не удовлетворяет ни по макроэкономическим показателям, ни по степени социальной ориентированности. Президент в своем послании поставил задачу выйти на мировые темпы экономического развития. Они в этом году сложатся 3,5%. У нас они гораздо ниже, причем в последнее время опять усиливается стагнация. Мы предложили вариант, как реализовать эту установку президента. Для этого доходная часть бюджета должна быть 21 триллион рублей минимум, лучше 25. Под это предложение подготовили пакет законов, где вводится прогрессивная шкала налогов, где вводится госмонополия на спиртоводочную промышленность, где вводится более эффективно, используя ресурсы, которые мы получаем за счет продажи сырья. Ни одно принципиальное решение, которое могло бы обеспечить выполнение установки президента, это правительство не приняло. Планируется, что третье чтение документа состоится уже 24 ноября. Екатерина Иваненко, Регина Лисаченко, Красная линия. В Крыму начали строить 50-километровое заграждение на границе с Украиной. Об этом сообщили в региональном погрануправлении ФСБ. По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения обойдется в более чем в 200 миллионов рублей. Его основная задача – обеспечить безопасность полуострова. Коротко о других новостях в мире. Россия заблокировала в Совете безопасности ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. Это уже десятый случай применения ВЕТа Москвой при рассмотрении документов, касающихся конфликта в Арабской Республике. В Польше начали демонтировать памятник благодарности Красной Армии. Барельефы и скульптуры мемориала будут перенесены на городское кладбище. Напомним, памятник был установлен на одной из центральных площадей города Щецена в 1950 году. Сотни людей вышли на улицы Барселоны в знак поддержки заключенных под стражу каталонских политиков. Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. В итальянском Неаполе открылся планетарий, названный в честь Юрия Гагарина. У здания установлен бронзовый бюст первого в мире космонавта. Это скульптурное изображение Юрия Гагарина является 43-м по счету в мире и 5-м в Италии. В здании Государственной Думы открылась выставка заслуженного художника Украины, члена землячества донбассовцев Татьяны Пономаренко-Ливираж. Проект с говорящим названием «Будущее начинается в прошлом. Россия, мир, Сирия, Донбасс». Коллекцию вывезли из Донбасса во время боевых действий. Часть картин была написана в Донецке еще в мирное время. В торжественной церемонии открытия выставки принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что коммунисты будут и дальше поддерживать жителей Донецка и Луганска. В декабре в ДНР отправится очередной, уже 67-й по счету, гуманитарный конвой КПРФ. Донбасс требует и политического признания. Мы обязаны понимать, что любой, кто дрогнет по Донбассу, а завтра по Крыму, тем самым вынесет себе политический приговор. По сути дела и разрушит наше определенное единство, которое есть на почве истинного патриотизма. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.